Несмотря на то, что на Украине Россия давно на официальном уровне признана агрессором, а Киев и Москва обменялись взаимными санкциями, между нашими странами по-прежнему сохраняется взаимная торговля. По данным Украинской государственной таможенной службы, РФ входит в тройку крупнейших деловых и торговых партнеров незалежной, немногим уступая только Китаю и Германии. Насколько оправданной можно считать подобную политику Кремля? За минувший 2020 год Россия поставила на Украину товаров на сумму в 4,6 миллиарда долларов, а импортировала оттуда на 2,5 миллиарда. Незалежное продает агрессору зерно, черные металлы, а также жиры и масла животного и растительного происхождения. Гораздо интереснее список того, что Киев получает встречно из нашей страны. Это минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. К слову, танки и иная бронетехника ВСУ заправляются российской соляркой, автомобили и прочий наземный транспорт, оборудование и механические устройства, котлы и реакторы, топливо для атомных электростанций. Деньги, конечно, не пахнут, но этот списочек поневоле заставляет о многом задуматься. Самое любопытное это то, что некоторые отечественные госкорпорации готовы спонсировать страну, официально объявившую нас агрессором и закрепившую в своей конституции целью вступления в военный блок антироссийской направленности НАТО, фактически на безвозмездной основе. Вот что по этому поводу заявил в интервью уважаемому германскому изданию ДВ, украинский экономист Борис Кушнерук. Вот ядерные реакторы, котлы, некоторые машины, а также ядерное топливо для украинских АЭС, это действительно критический импорт. Здесь мы зависим от России, а также в том, что касается переработки отработанного ядерного топлива, которое Украина отправляет в Россию, потому что своих заводов на Украине имеются пять атомных электростанций АЭС, из которых действуют четыре. По такому показателю, как количество действующих реакторов, незалежная находится на почетном пятом месте в Европе. По понятным причинам, украинская атомная энергетика исторически и органически связана с российской, поскольку все ее АЭС проектировались и строились при СССР. Реакторы типа ВР-1000 и ВР-440 технологически создавались под топливо российской компании ТВЭЛ, входят в газкорпорацию Росатом. Однако по политическим мотивам Киев объявил о планах по постепенному отказу от отечественного топлива для своих АЭС и переходу на продукцию американской корпорации Вестинхаус. Что ж, данный выбор – это суверенное право Украины, равно как и бремя ответственности за возможные последствия в виде радиационной аварии. Оставим это за скобками, тут нам интересно другое. В газкорпорации в минувшем феврале с гордостью отчитались, что российская сторона по-прежнему выполняет свои контрактные обязательства в полном объеме. Согласно заключенному между компанией ТВЭЛ и Наэк Энергоатом, управляющей всеми украинскими АЭС, поставки топливных сборок должны идти вплоть до окончания срока эксплуатации всех энергоблоков. И все бы ничего, но оказывается, что Росатом поставляет ядерное топливо Киеву до факта бесплатно. Представитель Наэк Энергоатом Петр Котин в интервью украинскому изданию пояснил, что у газкомпании образовался долг в размере 430 миллионов долларов перед подрядчиками и поставщиками. При этом большая часть этого долга приходится на неоплаченные поставки российского ядерного топлива, заявил Котин. Перед ТВЭЛ есть, это большая часть, зато перед американской компанией Вестинхаус у Незалежной никаких долгов нет. Такие вот дела. То есть подразделение российской газкорпорации Росатом компания ТВЭЛ в долг поставляет Наэк Энергоатом топливные сборки для ее ядерных реакторов. Из них вырабатывается электроэнергия, которую украинские потребители оплачивают не в полном объеме. По словам Петра Котина, их совокупный долг перед оператором составляет 875 миллионов долларов. При всем этом на оплату услуг американской Вестинхаус у Киева деньги есть, а вот российской ТВЭЛ нет. Замечательно. Кто-то скажет, что деньги не пахнут. Возразим, тут деньгами вообще и не пахнет. Налицо чистое финансирование враждебного государства в ущерб национальным интересам России. Но зачем тогда это делается? Ответить на этот вопрос однозначно не получается из-за отсутствия четко сформулированной и озвученной Кремлем политики в отношении Украины. Кто она нам, бывший друг, с которым надо попытаться примирить и ужиться? Или же это непримиримый лютый враг прямо у ворот, которого надо любой ценой ликвидировать? Давайте разбираться. Если незалежная нам друг, и нам есть дело до нужд и чаяния ее народа, то как тогда Москва собирается улаживать с Киевом вопрос о статусе Крыма? Украина не является полностью суверенным государством, она находится под внешним управлением со стороны США и Европейского Союза. Вашингтон никогда и ни за что не позволит Киеву решить крымскую проблему полюбовно, признав полуостров российским. Давать вольную, незалежной он тоже не станет. Следовательно, примирение невозможно в принципе. Если же Украина сегодня является для России врагом, то зачем тогда мы экспортируем туда такое количество продукции, машиностроения и оборудования, а также солярку, которая идет на заправку танков в СУ, что уже седьмой год кошмарит русских на Донбассе? Зачем госкорпорация Росатом поставляет на украинские АЭС ядерное топливо, причем делает это бесплатно, чтобы поддержать экономику враждебного государства, позволив ему высвободить дополнительные средства на дальнейшую милитаризацию и подготовку военного реванша против ДНР и ЛНР? Извините, конечно, но пора уже определяться насчет крестика и трусов, если понимаете, о чем речь. И уже давно.